И всем привет, ребят, с вами Старваник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами поговорим в очередной раз про наш замечательный танкофонд. На протяжении последних недель по танкофонду, даже после выхода видоса, у вас остается большое количество вопросов. И чаще всего они, конечно же, связаны с тем, насколько много же у нас соберется фонда в нашем танкофонде. То есть, дойдем мы там до Броника, дойдем мы до Кризиса, сколько мы сумеем поднять, а что и как будет работать. И я решил сегодня, в связи с тем, что лучшей идеей мне в голову не пришла, видос при любом раскладе мне нужно обязательно было сегодня записать, чтобы он вышел уже, ну, как бы завтра, но для вас это как бы сегодня. Поэтому я решил в очередной раз пройтись по танкофондику, рассказать все, что я думаю по нему, потому что уже у меня лично есть расклад по всем устройствам, которые есть у нас в челлендже. И даже есть видос на втором канале, ссылочку в описании обязательно оставлю на него, в котором я рассказывал свое видение вот этих вот замечательных устройств по типу вакуумного снаряда Роя Пульсара, да, где уже в видеоблоге была по ним инфа, и я говорил, какой из этих устройств будет жестче смотреться, какой будет больше нагибать, какой будет меньше нагибать. И сейчас у меня, ну вот, грубо говоря, есть полная картина танкофонда, который сейчас у нас происходит. У нас остается еще целых 17 дней, но будем считать 17, да, то есть 9 часов мы убираем. Считаем, что у нас 17 полноценных дней еще до окончания танкофонда имеется. И сейчас примерный рост, средний даже я бы не рассказал, но я даже беру ниже среднего, да, то есть средний у нас там где-то около 300 тысяч за день. Я взял 250 тысяч за день, с тем учетом, что в каждом днем у нас количество покупок будет уменьшаться. И при этом всем раскладе у нас минимальная, минимальная цифра, которая будет в танкофонде, это около 11 миллионов. При том росте, который мы имеем сейчас и который даже если будет спадать. При этом всем, если акцентировать внимание на предыдущий танкофонд и увидеть там интересный момент, когда у нас в последние 3 дня резко, где-то, наверное, на 2, ну, наверное, на 2, да, где-то 1,5-2 миллиона за 3 дня увеличился танкофонд, потому что многие ребята изначально не покупают спецухи, а ждут и смотрят, да, до чего дойдут у нас танкисты, дабы потом прикупить, например, обычную затыщеночку, да, либо, например, есть ребята, которые специально хотят помочь увеличить больше фондецкие танкофонда, чтобы он был более массивный, да, и если учитывать еще этот факт, да, то есть я как бы сейчас брал супер минимальную планочку, которую мы точно должны добить, это 11 миллионов, но если сложить все благоприятные условия, которые могут произойти в этом танкофонде, то наш вместе с вами танкофонд, во-первых, во-первых, будет рекордный, рекордный танкофонд, который когда-либо у нас был в рамках танкофонда, и это будет красивые 13 миллионов с теми новыми устройствами, которые здесь предложены. Да, многие там еще начинают думать там о броненосце, о кризисе, и говорить, блин, так бы хотел бы броника, так бы хотел бы кризиса, но нужно понимать, что кризис, что броненосец, это супер уникальный контент, который очень большое количество игроков в нашей игре получало очень тяжело. Я на броненосца потратил около, наверное, 30-40 тысяч танкоинов, и я далеко не один, кто это делал, есть те ребята, которые открывали тоннами, просто тоннами ультраконтейнеры, дабы выбить этот броненосец, ну и кризис так же самый, да, поэтому, ну, кому-то может быть повезло, кому-то не повезло, но в целом очень большое количество игроков потратило безумно большое количество ресурсов на эти предметы, я имею ввиду броненосец и кризис, и поэтому надеяться на то, что этот танкофонд дойдет до 14 миллионов, я думаю, что очень и очень глупо. Что касаемо 13 миллионов, если вдруг мы побьем все рекорды и сделаем это, это будет безумнейшая жесткая тема, в первую очередь это потому, что мы получим на свой аккаунт как минимум 2, не считаем Скорпиона, потому что Скорпион сейчас в раннем доступе, но все равно у большого количества игроков его нету, мы получим устройство на гром со сплэш уроном, которое наносит безумно жесткий урон, и, как по мне, будет очень актуально и эффективно в матчмейкинге, ну и Тесла с Пульсаром, которое не снижает критический урон, и который с крита наносит все статус эффекты, как по мне, это супер жесткое устройство, но про Гелиус я вообще не говорю, Гелиус мы, ну, уже там, грубо говоря, там через пару дней забираем, да, и там, как бы, даже и речи не идет. Магнитная картечь, ну, это, как бы, устройство, которого у меня, к сожалению, нету, ну, вернее, либо счастья у меня нету, да, потому что при получении танкафанда у меня это устройство появится, и просто пропадет из золотого свечения, поэтому с точки зрения такой, неплохо, круто, бодрячково, ну, а так, это устройство не актуально в матчмейкинге, да, поэтому я, друзья, очень сильно надеюсь, что после этого видоса у вас уже не останется никаких вопросов ко мне, да, по типу там, сколько ты думаешь будет танкафонда, до скольки дойдет, а дойдет он до броника, дойдет он до кризиса, дойдет до чего-либо, да, я, если в первый день танкафонда ставил четкую цель 10 мультов, и знал, что десятка, сто процентов будет, потому что, во-первых, у нас намного больше дней дали, во-вторых, это киберспортивный танкафонд, плюс здесь спецухи стоят меньше, прибавляют танкоинов больше, я имею в виду именно последнюю спецуху, потому что она стоила 20 тысяч танкоинов в прошлый раз, и добавляла 8 тысяч, а сейчас она стоит пятнашку, плюс вот эта вот спецуха стоит 990 вроде, да, танкоинов, и добавляет 1000, а в прошлый раз было 1200, добавляла 1000, да, то есть здесь уже есть полноценный интерес, ну и интерес с точки зрения устройств тоже безумно имеется, поэтому я уверен, что это будет рекордное число, рекордный контент, и все, что нам остается вместе с вами, это ждать, верить в лучшее, ну а те, кто еще не купили спецухи, бегом, бегом, ребяточки, по тысячоночке, просто бэнчик, и это окупенка прям железная, прям железная окупеночка, ну я не вижу вообще причин сравнивать покупку одной спецухи за 1000 танкоинов и челленджа, да, то есть боевого пропуска, я 100% ставлю спецушку в первую очередь, и советую всем тем ребятам, которые до сих пор еще не купили спецуху за 1000, обязательно ее взять, возможно даже прямо сейчас, вот видос на паузу вставили, либо видос досмотрели, и сразу зашли и купили, заработали устройства, заработали ультраканты, скины, если нет четвертого слота, четвертый слот, туда его просто, еще тридцатку обычных кантов, то есть, ну, здесь даже с одних контейнеров вы окупитесь, я уже не говорю о устройствах, которые в дальнейшем, я думаю, что, ну, в первое время точно будет показывать безумный, жесткий, крутой результат. Пишите, что вы думаете по поводу танкофанда, поменялась ли ваша позиция по этому поводу, вангуйте, свое количество танкоинов, какое же будет у нас по итогу этого танкофанда, ну и покупаем спецухи, ребяточки, если еще кто не купил, в настроечках игры, ставим снизочку, там есть такой тег создателя контента в аккаунтике, это мой личный тег, и участвуйте, ребяточки, в розыгрыше, по розыгрышу, по тегу, вся информация у нас есть в описании, поддержите это с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был Мистер Майк, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!